Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Вчера ребята из Москвы попросили рассказать подробно о том, что мы будем давать в начале марта и вот в конце февраля, потому что мы выпали из информационного поля, и на эту тему у нас вообще не было беседы. И мне бы хотелось начать, чтобы мы все-таки поделились с людьми Что мы планируем на практику мимо чувствования жизни Он будет уже сегодня Зачем мы его поставили И почему он стоит перед программой про злость, агрессию Про сознание и про силовой ресурс Ну и дальше те программы, обучающие, которые будут в марте Смотрите, все, что касается курса чувствования жизни Если вы не можете почувствовать Если у вас в это время активно работает ум И вы начинаете с ним бороться Например, чтобы он замолчал делать какие-то практики и так далее Это уже борьба То, соответственно, вы имеете игру с программой ума Но вы при этом не имеете чувствования Если программа ума тараторит То вы, соответственно, опять-таки нифига не чувствуете Но при этом программа ума, она, получается, направлена на внешнее Надо, чтобы она была направлена на внутреннее Чтобы она чувство преобразовывала в слова Преобразовывала в те проявления Которые были бы понятны вам Опять-таки, понятны уму Вот это все работает на то, чтобы чувство проявить в материи В жизни А если нет доступа к чувствам То есть доступ только к программе ума А она ограничена Это даже не про разум Потому что разум – это про чувство Да, и тогда это уже не вы На самом деле И тогда это уже не вы Не вы тот живой А вы тот автомат программный И тогда мы будем говорить о субличностях Сформированных социумом, папой, мамой и так далее Мы будем говорить о реакциях, о инстинктах Об автоматическом проявлении человека И тогда, да, кто угодно Но только не вы Но это не вы Да, у руля своей жизни Кто угодно будет А еще, если добавим сверху коллективное с его программами Мы сегодня будем говорить на эту тему Когда вера в себя А она в данном случае Когда мы говорим про чувства Она безумно важна Сегодня поймете на практику Почему мы на нее сделаем акцент А ведь вера у нас в Бога Бог у нас вынесен на солнышко И получается, а в себя веры нету Я такой бедненький Я там побегу туда Побегу туда Сбегаю, помолюсь Сбегаю, попрошусь Сбегаю, со мной там пошаманят Мне скажут, мне предскажут И так далее И на это работает коллективное И тогда как вы хотите найти чувства в себе Если вы вне себя Вас нет дома А вы хотите знать, что у вас дома? Нет, конечно А верить тому, что у вас дома Что-то осталось включенным Газ не выключен Нет, ребята В себя надо вернуться И это всегда через чувствование идет Вот на практику И сегодня мы будем возвращать И вера в себя здесь Становится ключом И тогда через веру в себя Осознается и Бог в себе Представляете? Потому что если Бог вынесен То вы же не видите Как правило, человек говорит А где Бог? Он везде Он везде И тогда получается Место Бога занимает Кто угодно у вас Вот те же шаманы Как сегодня на консультации Да Там или Тот же интернет Или те же врачи А себя дома нет А вот когда возвращение Бога Силы веру в себя Чувствовать себя Вот тогда это вы Это ваша жизнь И вы ее создаете И вы у роля своей жизни Посмотрите Сейчас буддисты Так руки потрут И скажут А мы говорим Что каждый человек Будда Каждый человек Есть частичка Проявленности Частичка Бога Частичка Частичка Подождите Когда мы говорим О частичке Внимание наружу И мы распылены Мы все частички Тело разобрали на клеточке И клеточки висят в воздухе Просыпались Рассыпались И это здоровое тело? Или это покойник Разложившийся в могиле? Прах Прах А если мы говорим О целом теле То тогда Это не частичка Это целое Это все клеточки мои Это я В каждой клеточке Разницу чувствуете? Те, кто не чувствует Сегодня на курсе Почувствуют На курсе почувствуют А, ну да На практику На практику Потому что Это надо чувствовать Куда направление Внимание идет Если вы Элементарных вещей Не чувствуете То как с вами Разговаривать Где там разум? Там будет робот-автомат И тогда Тот, кто поразумнее Тот говорит Вот это роботы Побежали А я Управляю Этими роботами Вопрос Как я ими управляю? Я ими управляю Через Я беру И каждым роботом Управляю Да Тогда надо будет Механизм религии создавать Или государство А если вы Управляете Собой То А приори Все остальные Подстраиваются У них нет Другого варианта Их автомат Сбивается Так вот Чтобы сбился Их автомат Надо осознать Свой силовой Ресурс А это программа Которая пойдет У нас Со вторника Вторник Святая четверг На этой неделе И это программа Для тех Кто Все время пишет Как проработать Злость Или Я проработала Злость Но что-то у меня Ничего не получилось И так хочется Взять мухобойку По башке Имею право Чувствовать злость Вполне Я же от нее Не отказываюсь Имею право Быть агрессивной И я от этого Не отказываюсь Это все я Я целостная Только не злость Управляет мной А я управляю А я Да А я осознаю Что это Это я Я имею право Быть в этот момент Злой Но при этом Во мне Злость не живет Она живет Во мне Только тогда Когда злость Управляет мной А если я управляю Своими пальчиками Да Своими программками То здесь Уже Бог дома Бог дома И он управляет Всем А под злостью Сокрыт силовой ресурс Когда вы говорите Сила мне пришла С небес Инопланетяне Дали Дали Или Бог Послал мне Кусочек силы Или меня подключили К потоку Рейки Или космоэнергетики Или во мне Энергия бурлит Что я сила И еще Я тебе присылала ролик Чтобы разнести Этого убогого Блогера Так вот Там тоже Сила рода И там сидит Такой дрыщик Да И он говорит Про силу рода Подождите Сила Не вне Сила Внутри И силу эту Можно взять Только после Осознания Агрессии И злости Без этого Ничего не будет Именно поэтому Можете посмотреть На экстрасенсов Да Вот начинается Битва экстрасенсов Они все идут Такие важные Надутые Вот эго уже надулось И сейчас так Пум Лопнет Да И при этом Все такие Черные Страшные Злые Потому что Злость снаружи Мы сильные Да Я не пук Но я не пук Пук Это не я Так вот Господа Чтобы вот этой Историей не было Злость И агрессию Так или иначе Надо будет Осознать Но этого мало На самом деле Если просто Осознать То они просто Останутся Ну Усознанно И вы их Начинаете Контролировать Контролировать Это не значит Управлять Контролировать Это значит Уже наблюдать Замечать И пытаться Что-то с этим Сделать Через Объективную Реальность А когда Вы осознаете Силовой потенциал То объективной Реальности Нет Есть ваша Реальность И в этой Реальности Вы можете Проявляться Так как Считаете Ну Да И в этой Реальности Вы можете Пользоваться Любым инструментом Злостью Или в какой момент Вам надо Или добротой Что хотите Что в этот момент Вам надо Вы знаете Что в этот момент Вам надо И вы то берете Но при этом Это не живет В вас И не управляет Вами И тогда Не надо Бегать И предъявлять Претензии Там родителям Мужу Детям Потому что у нас В роду Такая силища Там тоже Злые были Посадил себе Черта Ну и Сиди с этим Чертом Сам решаешь Какую игру Ты играешь Так вот Для того Чтобы Твоя игра Игралась В коллективном И была Интересной Для этого Злость и агрессию Так или иначе Надо осознать Но ладно Игра игралась Да просто Для того Чтобы быть здоровым Кстати Знаешь Я словила В путешествии Одну такую штуку Во время общения Это мы в Малайзии Общались С местным Там товарищем С одним И Там Как раз Получилось Обменялись Там телефонами Там и так далее Такая штука И вот он Начал говорить Про свое здоровье И Мы примерно Одного возраста И у него Ну так само собой Разумеется Что в нашем возрасте Уже у всех Сахарный диабет И вольный Но у них Сахарный диабет Потому что они Рисы очень много едят Это с одной стороны Они рисом Прикрываются Углеводами А с другой стороны Злость вот эта Подавленная И неосознанная И они разрушают Сами себя Этой злостью И вот Таким вот Сжатием Материи Вот сжатием Вот этой Кулачком Вот этим И Меня даже Улыбнуло Думаю Мужик Это в твоей реальности Все больные А в моей реальности Все здоровые И у нас В разные реальности Вот Но Сам факт Вы хотите быть здоровым Тогда пожалуйста Осознавайте Злость и агрессию Без этого не будет Почему Разберемся Как выделяется Сознание Как выделяется Сознание на болезнь Это все мы Разберем На этой программе Один раз Укатаем Раз и навсегда Эту программу Дальше Вы ее будете Сами покупать Скачивать Только в полтора раза дороже И Заниматься Самостоятельно И задавать вопросы Как мне проработать Злость А то я уже Так проработала Ее Вот эта программа Она действительно Живая Она важная Я не знаю Человека Для кого бы Она была не важна Ну просто не знаю Я знаю людей Которые пожалеют Ну тогда жадность Надо лечить Жадностью Да И осознавать После нее Поставить Курс жадности Ну это так Чтобы постебаться Окончательно А вот Но Для любого человека Который Хочет быть Здоровым Сильным Счастливым И чтобы его сознание Было создающим От природы Мы все создающие Понимаете Мы родились Создающими Но мы сами спим И сделали из себя Роботов-автоматов Вынесли Бога Вынесли Инопланетян Вынесли Ответственность Да Вынесли И мы не верим себе И на этом выносе Мы начинаем Через агрессию И начали уничтожать себя Да Тут конкретное безумие Тут речь о безумии Этот мир болен И он болен безумием Но при этом Это весело И действительно В этом мире Очень легко держать Состояние счастья И радости Когда ты просто Смотришь на этот Божественный стёб Везде Да И при этом Благодаря этому Игра есть Игра продолжается Хоть она автоматическая Но она не затихает Не исчезает Она не исчезнет И автомат выключить нельзя Все равно Треть Обязательно Должны быть Стопроцентными Автоматами Еще одна треть Должна быть Просыпающимися Которые пытаются Там что-то Дын-дыни Ударить головой Колокол И треть должна быть Проснувшаяся Только тогда Гармония и равновесие Тогда есть развитие Цивилизации Поэтому какой третий Отнесетесь вы Работает Трехточечная система В психике По-другому не будет А сейчас Я просто сразу Это вижу А сейчас Человечество Идет жопой То есть Автоматической частью Идет Уничтожает себя Ну не все Заметь Все равно Вот эта треть Которая осознается Она есть Более того Она разворачивает игры Вопрос Какие игры Она разворачивает Игры в доллар Игры в войны Игры в роскошь Игры Вот сейчас В создании Новой инопланетной религии Кстати на эту тему Тоже можем добавить Очень много таких моментов Сейчас в осознании При этом Именно полуавтоматы Да Именно вот Полуавтоматы Которые вроде как И осознают что-то И в то же время Не осознают Именно они Еще и подпитывают Автоматы Разнося вот этот вирус Разной хрени Извините Что да Инопланетяне есть Да там Что-то я сегодня Я даже написала Не помню В тиктоке Или в инстаграм Написала Вообще Вы думаете Что вы разносите А грибы Как сейчас разносят А грибы То же самое А смотрите Как грибы С инопланетянами Стыкуются Я просто осмотрела Ржала Не могла Вот сейчас Мы будем делать Это чудик Один из США Который сейчас Продвигает Очень сильно Грибную тему Грибные ретриты Вот смотрите Как классно Грибы соединяются С инопланетянами Ты грузишься Уже под грибами У тебя инопланетяне Становятся Вполне похожи На грибные тарелки Это одна тема Вторая тема Грибы высадят Очень быстро Твою печень А за ней И остальные Внутренние органы И тогда пойдет Работать трансплантология А уже трансплантология Это уже крутой бизнес Да А там и фармацевтика Подоспеет А там И доллар Подоспеет И смотрите Как это все Классно Вписывается В новую религию Связанную С инопланетянами И это тоже Впишется И это все Подпитается Просто он В этой религии Уже выделил Свою нишу То есть еще Христианство Не состоялось А уже Протестантство Выделилось Причем этот мужик Он такой Когда он начинает Говорить Что-то про злость Я приходите на курс Что-то там Со злостью Что-то Вот такой И сидит весь Наполненный Этой злостью Как мешок Да И вот если Пум Там просто Повалится Во все стороны После этого ролика После этого подкаста Вот, ребят Так что Ваше Ой, она Не гной этот Споры Споры Нет, на чем они растут Они же как раз На мху Вот этом Да Ну да Ну да Ну как порта Так вот, ребят Если вы хотите Вот эти все вещи Осознавать То сперва Надо научиться Чувствовать Это сегодня Следующий шаг Он обязательно Это злость и агрессия Да Даже развернуться к себе И начать верить в себя А не в вынесенного Бога Следующий шаг Это обязательно Агрессия и злость Без этого ничего не будет То есть силовой ресурс Надо к себе вернуть Освободить себя От вот этой мусора Который не дает Хозяину сесть у руля Да И вот все Что касается Программ На март Смотрите Мы ему делим Дополнительный еще Подкаст Внимание Вообще Когда мы Запускали вот этот блок Вы видели Там стоит 5 программ Плюс тренерский курс Это сделано Для чего? Сейчас очень много Людей Которые Хотят Ну то есть Они не имеют Другого Стандарт мышления Не позволяет им Придумать что-то свое Новое Да И они Видят Что уже есть же образцы Когда люди Просто инфодайм Пытаются раздавать Переименовывать Там по-другому Называть И они видят Что там тоже Ди них не прибывает Но они хотят Учиться Искренне и честно А финансы А финансы не позволяют Вот для этих людей Которые действительно Хотят искренне и честно Учиться А финансы не позволяют Мы сделаем Несколько таких блоков Эти блоки будут идти В рамках психологии То есть Саморазвитие Это одна тема Когда ты развиваешься А другая тема Когда ты зарабатываешь И помогаешь Вот людям Которые К первой части Относятся Которые Ну у них вообще Очень тяжело Все с головой Но им тоже хочется Быть здоровыми Вот Будут люди Которые пройдут Тренерскую Эту программу И в конце Они получают Возможность Работать И преподавать Эти же программы То есть Мы их преподавать Не будем Они будут их преподавать Это предподготовка Для того Чтобы войти В инфодайвинг И Те люди Которые Ну или Начальный уровень Они могут быть Учениками Потом работать Точно так же На платформе Тренироваться Уже И Зарабатывая Двигаться В развитии То есть Мы пошли Навстречу Тем людям Которые Говорили Ну Помогите нам Как-то стать Финансово на ноги И мы Решили помочь Таким вот образом И эти программы Конкретно коммерческие То есть Человек их проходит И идет сразу Работать После тренерского курса Потому что Если это Ну Если человек Видит Что здесь Да Вот здесь Можно взять Да Но не знает Как приложить И он начинает Он начинает лгать Начинает лгать И тогда это вирус Идет тогда искажение И любая попытка Вот мы видим Очень много психологов Которые искажают И так далее Мы не обращаем на это внимание Нам много писем присылают Когда говорят Ваши программы Там на складчине Продаются Еще где-то Мы не обращаем на это внимание Знаете почему? Потому что Эти люди Не в нашей реальности Не будут В нашей реальности А в их реальности Уже есть Ложь и искажения А ложь и искажения Обязательно Отразятся В их Сторону Таким образом Что человек Что посеял То пожал И бороться Если начинать бороться С этим Это значит Играть по правилам Этого человека В эту игру Мы этого делать не будем Нам это не надо У нас есть Своя игра Вы это видите И мы кайфуем От своей жизни Мы кайфуем От осознания Того что происходит В психике И мы уже на сегодняшний день Мы понимаем Мы сделали столько Для человечества Сколько Последние тысячи лет Человечество не прошло Настолько мы глубоко Подняли психику Более того Положили это в книге И еще положим И систематизируем Как для психологии Так Вот второе крыло Пока мы не знаем То есть у нас нет Готовности идти На второе крыло И оно нам не надо Да Но гармония При этом должна быть Так вот Если вы хотите Сделать вот этот шаг К себе Для того Чтобы Одновременно И честно двигаться И не задавать вопросов Как мне заработать Пожалуйста Вот эти программы Для вас Проходите Работайте И никаких проблем То есть Программы Вот эти Имеются в запасе Пройденный У вас автоматически Вы обращаетесь В нашу техподдержку Она открывает ученика И вы начинаете Работать по этим программам И вы можете Их уже преподавать Вот То есть Это то, что мы могли Знаете Как тот султан Который пришел В гарем Да Там стоят Сто жены Султан старый И они все Секса хотят И он тогда Говорит Повернулись Наклонились Задрали Навстречу Для того Чтобы не видеть Вы очень глубоко И проявляет Не надо А кстати Эти полуавтоматы Лучше всего Накидать Во христе Или вы идете В Абуде Либо вы идете В Алахе Либо еще куда-то То есть Не важно Сотни в себе Да То есть Просто слово Инопланетяне Очень хорошо Показывает Вынос Из себя Уже даже Ну да Чувак Ты классно Действительно Ты говоришь Вот раскрывайся Ты чист Ты вроде как Хорошо Ты Ну вот Такой хороший Хороший Светлый Я почему-то Катю Лелью С инопланетянами У меня прямо Ассоциация И действительно Смотришь Понимаешь Что человек Она действительно Она искренне Вот такая светлая Ну Ну блин Развернись Ты от инопланетян Что ты за них Уцепилась Потому что Правда И несешь И несешь Прямо их Свято Прямо Ей они зубы Лишили ее зубов И подарили ей дар Ну блин Ну ты же светлячок Действительно Ты вот светлый Чистый человечек Она такая Она искренняя Ну повернись Ты к себе Лицом Возьми ты на себя Это Ну не цепляй Ты вот Это знаете Это касается Любого человека Любой Повернись И не цепляй Любой развернись Вот они чувства А когда вы уже Развернетесь К себе Вы уже будете Осознавать Что сегодня Я развернусь На одном уровне На другом На третьем В какой-то момент Вы дойдете До тела Так вот Когда мы Будем говорить О теле Это будут тоже В конце марта Программы Это будут Глубокие программы Которые сразу Пойдут в закрытый доступ Сразу То есть они не будут Оставлены В открытом доступе Потому что Наше тело Это наш Дневник Жизни Это наша Книга Жизни И мы Через тело Пишем Все Вопрос Как Научиться Писать Через тело Когда мы Ни хрена Не чувствуем Не осознаем И даже Злость Приходится Отдельно Прорабатывать Вот этот курс Для продвинутых Там не один курс Там будут Программы Именно по написанию Телом Это будет В конце марта Этого еще нет В расписании Начнется В конце марта И дальше Плавно Где-то по одному Курсу в месяц Мы будем Предлагать Но это те вещи Которые мы сейчас В тренировках Нарабатываем И проявляем И примеры Вот мы сегодня На стриме Поделимся примерами Как это работает И Это действительно Создание Вот Тун Есть Тун Есть Тун Есть Ну потому что Это книга жизни Которую ты пишешь Осознанно И тогда никто Тебе не программирует Книгу жизни Ту книгу Которую мы вытряхиваем На консультациях Чтобы вписать Что-то новенькое Человеку А так человек сам Берет и пишет И он пишет ее каждый день Вот этому научиться Вот это круто Но А прийти туда Олуху Царя небесного Нет И Ты когда сказала Олуху Я понимаю Колокол Поэтому Есть вещи Которые Не мечутся И бисер под ноги Не бросается Если вам хотите Вы хотите посмотреть Последствии того Как бросается Бисер под ноги Вот у нас есть Товарищи Которые учились У нас И сейчас Выкладывают Ролики В этих роликах Это хорошо Что выкладывают Потому что Во время проговоров Они сами Осознают То что они говорят И они учатся Смотреть на себя Со стороны То есть для них Это тренировка С одной стороны А с другой стороны Тот материал Который они выкладывают Они не осознают Его ценность Мечут икрой И поэтому Внешне это Выглядит Сумасшествие Поэтому Смотрите Как сознание Рассыпанное Сумасшествие Не хотите Быть сумасшедшими Закройте рот Итак Если говорите То говорите Точечно И тому Кто вас слышит Тому Кто вас слышит Но сперва Аж надо создать Того Кто слышит Для этого Надо создать Себя Все замыкается На себе Все на самом деле Возврат Разворот К себе И только К себе Чувство себя Вот тогда Есть развитие Вот тогда Есть рост А иначе Это смерть Деградация Смерти Итак Если вам Все это интересно Тогда Сегодня До встречи В 18 часов На стриме В 20 часов На практикуме А дальше Уже По расписанию Расписание На Сабришек 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 Ком Спасибо Что были Снаю Сиба Редактор субтитров